Ежегодно в столицу Татарстана приезжают несколько миллионов туристов, чтобы насладиться местными красотами и окунуться в атмосферу татарской культуры. И хотя природных объектов здесь немало, многие из них нуждаются в помощи. Невнимательность человека приводит к их загрязнению и вымиранию редких видов животных и растений. Я думаю, каждый человек может влиять на качество воды, потому что качество зависит от того, что мы делаем как потребители. Когда мы приходим на пляж, оставляем ли мы после себя мусор, угольки от шашлыков. Также общественное мнение играет тоже большую роль. То есть, если люди понимают значимость ценных природных объектов, соответственно, они могут бороться за них. Чтобы повысить экологическую грамотность горожан специально для казанцев, была организована серия мероприятий. Горожанин-ученый – это целый комплекс интересных мастер-классов и лекций. Каждый участник программы может почувствовать себя исследователем и самостоятельно провести анализ состояния окружающей среды. К примеру, в минувшие выходные им удалось проверить воду из реки Казанка. Экспресс-тест позволил определить содержание кислорода в представленном образце, а также проверить его электропроводность. Помимо этого, образцы были изучены и на наличие микроорганизмов. Мы взяли воду из реки Казанки для того, чтобы понять, кто в ней обитает, кроме рыб, которых мы можем увидеть глазами. Есть же много мелких организмов, существование которых мы даже не подозреваем. Но, тем не менее, они являются важной частью экосистемы и играют большую роль в ее очищении. Также в ходе лекции участники программы узнали о том, какая работа ведется по сохранению водных объектов на территории республики. В частности, озер. Дело в том, что не все водоемы могут защитить государство. Некоторые из них слишком малы и не попадают под действие законодательства. Здесь на помощь приходят ученые и местные жители. В ближайшее время участники программы смогут посетить питомник краснокнижных растений, изучить экотропы города, взять пробу родниковой воды и отправиться в научную экспедицию в формате сплава с представителями Русского географического общества. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс.